Здравствуйте! Вы в психологическом ателье. С вами Ольга Орлова, психолог. Благодарю вас за то, что смотрите канал «Психологическое ателье», за комментарии, за ваши письма. Сегодня наша тема – языковое воспитание ребенка в русскоговорящей семье за рубежом. Мне прислал вопрос Евгений, назовем так. Прошу поделиться опытом и советами на тему воспитания ребенка в русскоговорящей семье за рубежом. Наша семья живет в Литве, и сейчас размышляем, в какой садик отдавать ребенка – в литовский или русский. В семье разговариваем только на русском языке, но хочется, чтобы ребенок хорошо разговаривал на обоих языках. Вот думаем, как лучше поступить. Я хочу вам сказать, что эта тема крайне сложна и очень неоднозначна. Я не буду останавливаться на всех ее аспектах, потому что вопрос здесь очень практический, который волнует многих родителей. Я думаю, что раз вы смотрите это, значит, для вас это тоже важно. И здесь смыкается очень много дисциплин научных. Это и психология развития, и антропология, и языкознание, и лингвистика, и философия. Это как минимум культурология. Я укажу только на те аспекты, которые помогут вам принять решение вот в такой ситуации, когда вы растите ребенка, и он в семье говорит на одном языке, но вы хотите, чтобы он себя свободно чувствовал и развивался в другой языковой среде, осваивая два, а может быть, и больше языков. Первое, что вам нужно сделать, это освободиться от заблуждения, что язык — это прежде всего средство общения, коммуникации, что это единственное его назначение, хотя обычно в бытовом сознании существует именно такое мнение. Если говорить с точки зрения психологии развития ребенка, то общение и познание неразрывны. Как говорил один известный психолог Алексей Николаевич Леонтьев, это как молекулы воды, водород и кислород, общение и познание. И когда ребенок попадает в языковую среду, он не просто изучает язык, он развивается, он развивает свой интеллект и формирует, в конце концов, свое мировоззрение. Потому что благодаря познанию складывается модель мира, в которой человек живет всю свою жизнь. Он ее может расширять, он ее может развивать, но есть определенная базовая модель мира, в которой он живет и которая является основой для его самосознания, для его существования в этом мире. Поэтому запомните, пожалуйста, что слово — это не просто способ соединиться или передать информацию другим людям. В историческом, культурном смысле, лингвистическом слово, прежде всего, отражает и обобщает опыт человечества. А слово конкретного языка отражает и обобщает опыт конкретного народа. В данном случае литовского народа, если речь идет о литовском языке, японского народа, если речь идет о Японии. Вы знаете, что, например, в эскимосском языке существует более 70 названий для слова «снег». В языке санскрит, я где-то читала, существует 26, по-моему, названий для состояний сознания. В тайском языке, тоже я читала где-то, что там нет слова «голод», оно там отсутствует. Понимаете, если вы даже, если вы владеете хотя бы двумя языками, вы заметите, что в каких-то языках есть одно слово, но не существует другого. Нет возможности перевести точно с одного языка на другой. А это означает, что если нет слова в языке, то не существует и этого явления. Когда вы будете смотреть на снег, и эскимос будет смотреть на снег, у вас будут совершенно разные переживания, разные состояния. И поэтому, если вы даете возможность ребенку маленькому дошкольного возраста осуществлять свой процесс познания, когда он общается на другом языке, в другой языковой среде, чем та, в которой вы его воспитываете, то вы должны понимать, что его интеллект, его мышление, его восприятие мира, себя, его модель мира, если говорить одним словом, будет формироваться в контексте этой культуры, другой, не той, которая у вас в семье. Поэтому решение ваше, в какой садик отдавать ребенка дошкольника, должно основываться именно на этой концепции, извините за научное слово, что вы не просто учите его разговаривать, вы учите его жить определенным образом, видеть себя, других и весь мир. И невольно это происходит, потому что через язык транслируется всегда культура. Это нехорошо и неплохо, все зависит от ваших целей. Я поддерживаю то, что дети должны знать множество языков. Как сказал один у меня человек, которого я консультировала, человек с очень живым воображением, художественным таким, он сказал, понимаете, рыба может жить в трехлитровой банке или в океане. Так и человек может жить в своем языке, а может жить в мире языков. Но есть и вторая тема, тоже очень важная в этой большой теме. Это если вы все-таки решаете маленького ребенка, который говорит в семье на одном языке, отдать в детский сад, где будет другой язык, не надо бросать его в эту языковую среду, как в холодную воду. Все-таки вам нужно обеспечить ему хотя бы какую-то привычку к этому языку. Это значит, что вам желательно создать условия, в которых ваш ребенок будет слышать этот язык. И желательно, чтобы это было непосредственное общение, не просто уроки литовского, например, языка, да, или какого-то другого, испанского или английского. А чтобы ваш ребенок по возможности где-то общался с детьми, хотя бы слышал, как они разговаривают. И может быть, это будут какие-то занятия, это рисование может быть, это может быть велосипеды, это может быть игры во дворе, хотя сейчас это редкость. Поэтому позаботьтесь, чтобы он хотя бы немного ориентировался. Ну и второе, вам придется серьезно поговорить с воспитателями. Если ваш ребенок там будет один, им надо будет особо уделять ему внимание, для того, чтобы он вошел в язык. Пожалуйста, будьте внимательны к своим детям, любите их. Желаю успехов. Спасибо.